Ортопедические матрасы, спинка с мягким изголовьем, одеяло, которое дышит. Сейчас что только не придумали ради комфортного сна. А это палати. Так называли кровать в конце 19 века. Деревянный настил, лежанка. Палати делали всегда возле печки, рядом с ближайшей стеной. Таким образом сохранялось тепло. Спали не так, как мы привыкли с вами. Можно так раскинуться, легче, как вам комфортно. Нет, так ранее не было. Шмат было детей у семьи, так шмат же коров. Могло быть там 16 человек, а то и больше. Спали головой до стены. То есть у поперок пола. Так больше человек смещалося. То есть так было просто комфортнее, теплее, сручнее разместить и детей, и всю семью. Печка – сердце дома. В ней готовили еду, она согревала зимой и также служила кроватью. Для того, как добрый переночевать, у тебя плетром было забраться сбоку. Там так само подкладывали некую постелку. И у Тульна могло разместиться несколько человек. Конечно, частей из-за всего это было место для пожилых, для людей, сталого взрослого. Им отдавали данину поваги и предоставляли самое-самое комфортное и у Тульнае место. Для новых членов семьи и новорожденных также было свое отдельное место. Побач тут же висит калыска, люлька. И она сделана с древа, с материалом, который был побач с нашими правоболями, прадедулями. Ну и побач с нами так само, но мы уже так его активно не выкрыстовываем. У этой калысы лежит лялька. Это быцем бы дитя. Малое такое новонароджение. Бо наши прадки вероли, что покидать калыску пустую нельга, туды можу салиться некий злыду. И так само вероли, что эту калыску обовязкова батька повинен был зарабить сам своими руками уручную для дитя своего. Тады дети будуч дружными, тады пожить, будуч уще патрымливать один одного. Будуч до своих батьков приезжать и батьков верми шановать. Вместо матраса использовали солому. Сверху покрывали подстилкой, подушку делали из мягких вещей. Спали в одежде. И теплее, и защита от насекомых. У этой хати можно побачить другие ярусы, пола, настила, частицы. Там спали дети. Та кому было простей забраться. У печи есть специальные выемки. Можно было ногой зачапиться и туда наверх запрыгнуть. Отдельное место для сна было у молодоженов. Его называли клеть. Там хранили зерно и муку, продукты питания. Считалось, что для молодой семьи там самая хорошая энергетика.